Я перед собой ставил простую цель сделать площадку, на которую могут приехать люди с разными политическими взглядами и вместе с нами обсуждать самые важные проблемы, которые сегодня волнуют общество. Большое спасибо, что вы сюда приехали и готовы к диалогу со всеми, кто стал участниками нашего форума, но я за все это время подготовки работы форума так и не смог добиться, чтобы сюда приехал Колокольцы, чтобы сюда приехал Вастрыкин, Собянин, чтобы сюда приехали руководители федеральной активно-больной службы, представители высшей судебной системы. Два месяца, Владимир Владимирович, я пытался как-то хоть затащить сюда представителей партии «Единая Россия», чтобы они демотировали серьезно. Власть любит ходить по таким островкам спокойствия и безопасности, где их не спрашивают такие острые вопросы, не задают эти вопросы. Случилось это и здесь. Я считаю, что таких островков должно быть все меньше и меньше. Пусть, как бы грубо это ни звучало, нам нужно эту табуэтку из-под ногта выбивать, потому что мы хотим спрашивать острые вопросы. Не просто «Как у вас все получается?», «Как вы росли?», «Как у вас все замечательно в регионе?». Мы хотим задавать другие вопросы, более острые, те, которые нас действительно волнуют. Я прав, ребята? До тех пор, пока власть и общество, и оппозиция не будут готовы к диалогу, лицом к лицу, и после этого диалога не будут следовать конкретные действия после этих слов, у нас не получится построить ни нормальное общество, ни сильную страну. Это то, что касается непосредственной смены. Можно еще очень долго все это перечислять, говорить про коррупцию, вспоминать все эти истории, которые пытаются вас критиковать, называть фамилией Тимчика, Ротенберга, все эти кооперативы «Озеро» и прочее. Я думаю, что регулярно вы это слышите. Но я хочу сказать главное. На мой взгляд, почему вот эти проблемы сейчас так в обществе обсуждаются, они возникли. Во многом это из-за несменяемости власти. Вы снижали до утра, вы говорите. Нет, все, я заканчиваю, нормально. Все, я не могу сказать, пожалуйста. На мой взгляд, на те проблемы, которые я вам облачил, что мы видим, они причиной во влогом в несменяемости власти. Когда вы баллотировались на третий срок, вас очень многие поняли, почему это происходит. Вы говорили про то, что перед страной стоит оранжевая революция, что, возможно, нам угрожает даже какой-то развал, распад страны. И люди вас услышали, вам поверили. Но при этом есть и другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Нам бы хотелось, чтобы мы услышали и другую сторону этой истории. И задумывались о том, связаны ли как-то те проблемы, которые я вам обозначил, с несменяемостью власти в нашей стране. И мой вопрос, собственно говоря, что нам всем делать в этой ситуации, и будет ли в России все-таки сменяемая власть? Спасибо. Дима, на меня не обиделся за то, что я его прервал. Но я хотел бы все-таки начать с того, что так сказать... Мне очень приятно быть у нас здесь уже в третий раз и видеть, как Селигер развивает. Я думаю, что мы лучше в живом диалоге будем работать. Но поскольку первый вопрос прозвучал, я хочу сказать следующее. Все меняется. Жизнь меняется, страна меняется, политика меняется. Вопрос, каким темпом. И вопрос, на каких условиях, по каким правилам. Как вы знаете, по поводу сменяемости власти и несменяемости. У нас, так же, как и в любой другой демократической стране, есть главный, основной закон. Называется он Конституция. Он определяет все устройство государства по разным его направлениям. В том числе и избирательную систему. И здесь люди молодые, но, тем не менее, наверняка знаете, была такая возможность. Легко можно было поменять Конституцию. И, я сейчас про себя говорю, и избраться на третий срок. Но Конституция этого не позволяла. Потому что в Конституции прописано, нельзя избираться более двух раз подряд. Что касается смены власти, в целом, в широком смысле этого слова, то она происходит. У нас обновлено практически две трети правительства Российской Федерации. Практически две трети. И самому молодому министру 29 лет. Он бы мог вполне сидеть среди вас и вполне вписался бы в эту компанию. Причем он приехал не из каких-то там заулачных, высоких, 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 политических. Он был министром в одном из субъектов Российской Федерации в Татарстане. И сейчас стал министром федерального. 29 лет человек. Вот таким образом, спокойно, поступательно, мы должны действовать практически по всем направлениям. Вы знаете, конечно, можно вообще всех зачистить. Но есть такое понятие, как преемственность. И для развивающейся страны, развивающейся демократии, для такой страны, как Россия, это крайне важно. Оставлять все самое лучшее, не разрушать до основания, а затем, у нас это тоже было в 1917 году. Что за это получилось, мы знаем. А поступательно, спокойно, с необходимой ротацией, мы идти вперед. Мы так и будем поступать. Продолжение следует...